Внимание правоохранителей привлек житель Кемерово. Мужчина на крыше многоэтажки организовал личный спа-курорт с парилкой, бассейном и спортзалом. Соседи идею с настоящей бани над их головой не оценили и обратились в полицию. Спа-салон на высоте увидела Марина Кравцова. Вот так у нас живут люди в городе Кемерово. Баня. Печка там под казан. Груша висит. Деревянный дом, которому любой Карлсон позавидовал бы. То ли баня, то ли сауна. Печь, летняя кухня. Из-под снега проглядывают растения. Весной здесь и вовсе газон прорастает. И вид открывается завораживающий город, как на ладони. Все эти атрибуты расслабляющего отдыха. На крыше 13-этажной высотки в спальном районе Кемерово. Я знала, что что-то строят. А что? Не знала. Я видела, думаю, что это подозрительно. Думаю, шашлыки там что-ли жарят на крыше. Ну, видно, что домик такой. Этот хозяин, наверное, злит народ. И все. Что вот он такой? Развлекается. Наличие бани ее владельцам годами удавалось скрывать. Даже от соседей построили ее жильцы последнего этажа для личного пользования. Прокуратура о нетипичной для кровли конструкции тоже узнала из соцсетей. Пришли не париться, а с проверкой. Проверка проводилась с участием специалистов. В частности, с участием работников МЧС. Разрешительные документы истребованы. Поэтому в ближайшее время они поступят в прокуратуру района. И соответствующая оценка и будет дана. По некоторым данным, жильцы последнего этажа купили часть крыши. Такая возможность могла быть предусмотрена проектом. Что и будет проверять прокуратура. Но кто разрешил построить там баню? Да и открытый огонь на крыше жилого дома разводить в нарушение требований пожарной безопасности. Рассчитана ли кровля на такую нагрузку? Управляющая компания пока не комментирует. Если баню признают незаконной, собственнику придется ее снести. Хотя использовать крышу многоквартирного дома в личных целях можно. Если за проголосуют все жильцы. Собственники могут передать в пользование такой объект недвижимости, как крыша. Нужно заручиться согласием собственников. И заключить соответствующий договор. Но, как правило, соседи против. В Екатеринбурге, например, разгорелся настоящий скандал. Пенсионер 20 лет выращивал свой личный огород на крыше. А у соседей с потолка лились ручьи. Грядки мешали коммунальщикам провести ремонт. Терраса 24 этажа. Уже несколько часов льем горячую воду. Что из этого получится? Ждемся. В набережных Челнах житель высотки залил каток на террасе. Пусть и наличной. Весной соседям снизу это может грозить капелью с потолка. Целый бассейн, шезлонги, теннисный стол. Все это недешевое оборудование обязали разобрать захватчик общественной крыши в многоэтажке в Подмосковье. Причем подать в суд на таких собственников может не только администрация или управляющая компания, но и любой владелец жилплощади в доме. Марина Кравцова, Ольга Осиновская. Известия специально для Пятого канала.